Почему покупать билеты на московское метро и пополнять карту тройка надо строго за наличные, а не с банковской карты? Пока вы не использовали банковскую карту, купленная карта тройка является анонимной. А вот банковская карта уже содержит ваши персональные данные. И если вы использовали ее для покупки или пополнения тройки, то возможно есть вероятность, что метрополитен где-то в своей базе свяжет ваши данные с конкретной картой тройка. И когда после этого вы пройдете турникет, сверкая своим лицом в камеру распознавания лиц, не исключено, что ваша фамилия и имя занесется в базу автоматически, без вашего согласия. И даже если потом вы будете уже грамотно закрывать лицо и оплачивать проезд на валидаторах без камер прямо в рожу, вас все равно смогут отслеживать. Оно вам надо? А уж прикладывать такую карту к приборам контролеров это вообще полная беспечность. По этой же причине не стоит привязывать карту ни в какое приложение, раскрывающее ваши данные. А избегать потери лучше более надежными способами.